Хуань Цушибая, Китай. Почему бессимптомные носители вируса не входят в число подтвержденных случаев заболевания? Ответ Комитета по делам здравоохранения города Ухань. Хуань Цушибая, Китай. 2 апреля 2020 года. Согласно сообщению, опубликованному на официальном интернет-портале города Ухань, Комитетом по делам здравоохранения данного города было организовано консультативное совещание провинциальных и муниципальных экспертов для того, чтобы ответить на вопросы, которые больше всего беспокоят жителей о бессимптомных носителях коронавирусной инфекции. 1. Кто такие бессимптомные носители вируса? Согласно плану профилактики и контроля новой коронавирусной инфекции, шестое издание, бессимптомные носители, это люди, у которых не проявляются симптомы заболевания, такие как повышенная температура, кашель, боль в горле и т.д., но в дыхательных путях и образцах которых были обнаружены возбудители или типоспецифические антитела и гмкчевит 19.2. Как выявляются бессимптомные носители? Бессимптомные носители выявляются главным образом посредством проверки лиц, находившихся в тесном контакте с заболевшими, массовых эпидемиологических исследований и мониторинга источников инфекции. 3. Могут ли бессимптомные носители передавать вирус? Бессимптомные носители также могут быть источниками инфекции, и есть определенный риск передачи вируса. Однако Всемирная организация здравоохранения заявляет, что на основании имеющихся данных, коронавирус нового типа передается в основном людьми с проявившимися симптомами заболевания. Таким образом, бессимптомные носители не являются основным источником распространения инфекции. 4. Почему бессимптомные носители вируса не включаются в число подтвержденных случаев заболевания? Согласно плану диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, пробное 7 издание, предполагаемые и подтвержденные случаи заболевания должны иметь клинические проявления. Бессимптомных носителей без клинических проявлений заболевания необходимо изолировать на 14 дней и провести дальнейшее исследование. Если у такого бессимптомного носителя в период изоляции проявятся симптомы заболевания, то это будет считаться подтвержденным случаем заболевания. 5. Могут ли у бессимптомных носителей проявиться симптомы заболевания? У малого числа бессимптомных носителей впоследствии проявились симптомы заболевания. В большинстве случаев такие люди излечиваются самостоятельно. 6. Что делать с бессимптомными носителями? Согласно плану профилактики и контроля новой коронавирусной инфекции, шестое издание, бессимптомные носители заболевания должны быть помещены в карантин на 14 дней. По окончанию данного срока проводятся два последовательных ДНК-теста, с интервалом не менее 24 часов. Если результаты тестов отрицательные, карантин может быть отменен. Если у человека проявились симптомы заболевания в период изоляции, он должен быть немедленно госпитализирован. 7. Какие меры предосторожности можно принять, чтобы снизить риск заражения от бессимптомных пациентов? Говоря о широких слоях населения, наиболее эффективными защитными мерами являются ношение масок, соблюдение дистанции, частое мытье рук и избегание мест массового скопления людей. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.